Добрый день дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о наборе LEGO Education Большая Ферма. Мне очень понравился этот набор, как вы видите я уже что-то собрал. Самое интересное в этом наборе, что все персонажи, которые мы используем для строительства и в игре, они часто встречаются в нашей повседневной жизни. То есть нет тут никаких экзотических обезьян или зебр, все понятно, все есть у нас у бабушки в деревне, все это мы видели. Главное, что это видели дети, и они могут рассказывать какие-то свои истории. Набор этот рекомендуется в возрасте от 2 лет, в его состав включено 154 элемента. Набор достаточно большой, рекомендуемая группа не более 6 человек. А как вы понимаете, сочетая этот набор с другими, группа может увеличиваться в зависимости от наших потребностей, либо мы можем покупать просто несколько. Давайте поговорим о том, каким способом будем использовать этот набор в преподавательской практике. Обратите внимание, из чего состоит набор. У нас есть ограждения всевозможные, персонажи, животных и мальчиков, цветочки, подъемные механизмы, инструменты фермеров, транспортные средства и многое другое. Когда я только построил несколько строений, у меня уже в голове были идеи, как бы я начал с ним заниматься. Делал бы я это следующим образом. Во-первых, можно отсортировать или разделить животных на группы. Кроме того, имея инструменты, можно завести с детьми разговор о том, какие инструменты нужны на ферме и какие инструменты для чего пригодятся. Трактор и транспортные средства можно использовать как ту же инструменты, и чтобы дети рассказывали, для чего мы используем трактор, почему лопату иногда применяем, они все трактором пашем. А также, поскольку это ферма, мы можем рассказывать детям о взаимодействии, то, что очень важно, все профессии, которые встречаются на ферме, и одна без другой существовать не может. Также мы можем поговорить о том, допустим, в какое время года мы собираем урожай, что для этого нужно, почему урожай иногда не вырастает, или его бывает слишком много. То есть, все аспекты фермерской жизни и деятельности мы можем затрагивать. Кроме того, дети сами будут вам рассказывать истории о тех, которые они пережили, по типу того, как я провел свое лето. Ну и задание, которое предлагает нам Лего, звучит следующим образом. У нас есть фермер, который вырастил овес. Овес он выращивал для того, чтобы зимой кормить своих животных. Овес после покоски мы упаковали в тюки в виде вот таких вот кубиков. Придумайте, пожалуйста, дети, средства, каким мы могли бы поднять эти тюки на второй этаж амбара. И дети думают и доходят до того, что ставят вот такой, собственно, подъемный механизм и транспортируют наши тюки. Очень здорово детям всегда будет нравиться заниматься решением проблем, которыми мы перед ним поставили. Тем более, что это практические проблемы, а не какие-то виртуальные. Навыки командной работы будут развиваться у детей, потому что вся работа производится в группах. Они будут вынуждены взаимодействовать, расширять познание о мире. А также у них будет развиваться мелкая моторика, поскольку строить им придется достаточно много. Получая удовольствие, ребенок свою положительную энергетику передает и преподаватель. Ведь здорово заниматься тем, что интересно именно вам. Спасибо за внимание к нашему каналу. Подписывайтесь на него. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok